МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главные новости дня Украины. Мира узнать и в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не включился. Почему Янукович не захотел общаться с судом? И чем закончилось заседание? Вернули мертвым. Чем обернулся семейный скандал в Запорожской области после приезда полиции? Богатейшие беднеют. Почему американский фондовый рынок падает? И при чем здесь Трамп? Удаленный доступ к беглецу. В оболонском суде десятки телекамер. Журналисты ожидали услышать показания Януковича по делу о госизмене. Зал заседания и телевизор занесли, и место для включения беглого оборудовали. Но адвокаты заявили, ничего не готово. А судьи к помощи российского Минюста прибегнуть отказались. Дескать, справимся. Судебные хроники в материале Александра Васильченко. Увидеть по видеосвязи допрос Януковича в оболонском суде столицы собрались несколько десятков журналистов. В суде заявляют, к видеоконференции с беглым президентом готовы. Предложили несколько вариантов через скайп или с помощью специального технического оборудования. А вот обращаться с запросом о международной правовой помощи в Минюст России и Ростовский облсуд отказались. Суд вважает, что вернение за международной правовой помощи в рамках этого дела до Российской Федерации будет соперечить методы и задачи тех конвенций, которые были раньше подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Но Янукович на связь так и не вышел. Адвокаты беглого президента считают, что суд технически не подготовился. Также непонятна и сама процедура допроса. После суд перешел к рассмотрению дела по сути. Прокуроры представили новый обвинительный акт. В нем сторона обвинения ходатайствовала о специальном судебном расследовании. Также внесли предложение проведения суда присяжных. Адвокаты попросили очередной перерыв в заседании для ознакомления с материалами. Прокуроры говорят, таким образом защита затягивает судебный процесс. Сейчас с ГПУ даже приблизительные сроки окончания заочного суда над Януковичем не называют. Но утверждают, способны задержать и доставить беглеца в Украину. Если будет обвинительный вырок, я считаю, что правоохранительные органы Украины способны выполнить решение суду, обвинительный вырок, и доставить Януковича в Украину, чтобы он отбывал покарание и отвечал за свои действия. Следующее заседание по делу Януковича назначили на 29 мая. К этому времени, обещают адвокаты, постараются организовать видеосвязь с бывшим президентом. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий, подробности, телеканал Интер. А в парламенте персональные санкции против Януковича и его окружения хотели протолкнуть нардепа от Народного фронта в очередной раз. Но коллеги заподозрили под благими намерениями корыстные мотивы. И постановление отклонили. Впрочем, в Верховной Раде сегодня был необычный день. И скорбили, и праздновали, и спорили. Обо всем расскажет Анна Каменева. Во Всемирный день вышиванки парламент заиграл красками. В коридорах гигантские ручники ручной работы и почти все нардепы в национальной одежде. Это осуществленный старовинный гуцульский одяг. Реконструкция старовинного гуцульского одяга. А нардеп из БПП Сергей Рудык даже презентовал вышиванки гостями Саудовской Аравии. В эти дни парламентская делегация этой страны с визитом в Киеве. Мы имеем международный день украинской вышиванки. Я не нашел ничего красивого, как первый крок культурного обвиняя между двумя депутатскими группами вышиванки. Это символ, который закладывается в украинские традиции, истории, защиту, процветания, добра. Впрочем, сегодня еще одна дата. Скорбная. 73-я годовщина депортации крымских татар. Их память нардепы почти лиминутой молчания. Сейчас весь Крым и не только крымские татары, украинцы, все смотрятся на Киев. Вот же, делаем все для того, чтобы наконец, уже в ближайшие месяцы, напрасывать изменения и дополнения к Конституции Украины. И так переформатировать крымскую автономию. После вопроса повестки дня, среди первых документов о персональных санкциях против Януковича и его окружения, Народный фронт, а большинство авторов инициативы из этой фракции, почти полгода пытался протащить постановление. И вот свершилось. Эта постанова относится президента-втекача Януковича и ряду прошлых чиновников из его ближайшего окружения, которые сейчас, почти в полном складе, причаилися в России. Почти все фракции за такое решение. Но вводит санкции прерогатива СНБО и Кабмина. Когда же дошло до голосования, энтузиазм поугас. Две попытки вернуться к этому документу снова провалились. Спикер возмущен. Я этого не понимаю, как глава парламенту. Коллеги, доопрацюемо, будем давать новый вариант. Это уже недобросовестный пиар. В этом списке есть люди, которые просто-напросто не нравятся авторам этой постановки. Что это просто-напросто, знаете, какая-то персональная помста. В Верховной Раде всегда возникает вопрос. А если не хотят эти люди руками через Верховную Раду, за шляхом застосования санкций, отжать эти предприятия у этих людей? Вот почему возникает вопрос. Тем более, что авторы этой постановки как раз на этом специализуются. Хватило голосов у нардепов, чтобы отменить скандально известный закон Савченко, который помог досрочно выйти из тюрьмы сотням тех, кто совершил тяжкие преступления. А вот попытки хотя бы начать работу над медицинской реформой провалились. Депутаты так и не смогли включить в повестку дня ни свои, ни правительственные законопроекты. Теперь создадут рабочую группу. Законы очень сильные. Моги про людей там нет, моги про стратегию там нет, моги только про деньги. Министерство охраны здоровья этими законами пропонует такие очень небезопасные вещи. Воно пропонует финансировать от государства только невыкладную медицину, семейную медицину и паллиатив. Однако наиболее дискуссионные законопроекты депутаты оставили на закуску. В повестке дня два документа, связанных с деятельностью религиозных организаций, авторства нардепов Народного фронта. Один из них позволяет общине самой определять подчинение храма патриархату. Против таких инициатив сегодня вышли сотни верующих и провели молебен возле парламента. Люди пришли все, потому что закон принимают такой, который дает право захватывать храмы. Я против этого закона. Мы приехали помолиться, чтобы не был принят закон, который хотят принять. И я считаю, что государство не должно вмешиваться, дела церковные. А вот зал разделился во мнениях. Неможливо принимать любые законы, которые ведут к разбирателю. Когда язык питания принимают для разбирателю, когда национальное питание, а сейчас религийное, ну, Украину нужно сшивать. Я позасомню вам, как и самопомощь, будем голосовать за это решение. Никто в нашей стране никогда не заборонял и не будет заборонять свободу вероисповедения. Эти законопроекты антицерковные, и мы считаем, что они антиукраинские. Этот хрупкий межконфессиональный мир, который соблюдается сейчас, будет нарушен. Свобода совести и вероисповеда – один из базовых принципов демократии. Зачем его нарушать? Хотят церковь поставить под полную контроль государства. Это запрещено за Конституцией. У нас принято на фракции вільное голосование. Особенно я не буду голосовать. Я вважаю, что політики не имеют права втручать церковную деятельность. На фракции мы приняли решение более детально розглянути эти законопроекты, оскільки они резонансными и могут привести к сбору среди общества. Намагаются проштовхнуть какие-то законы, которые позволяют втручание справ в церковь, то это абсолютно тупиковый шлях никуда. Поэтому мы поддерживаем верующих, что церковь должна действовать от окраина, от государства. Это было завжди. И даже в Радянском Союзе не было такого, что пропонуется в этих законах, когда руководитель какой-то епархии подтверждается центральным органом влады. На жаль, такие пропозиции есть в проектах законов. Мы не будем поддерживать такие законы. В итоге до этих проектов сегодня так и не дошли. Анна Каменева, Ирина Романова, Владимир Самчатко, Максим Чеблинг, Геннадий Никейденко. Подробности телеканал Интер. Без драки в Раде тоже не обошлось. Нардеп от Народного фронта Михаил Гаврилюк буквально напал на журналиста, когда тот пытался взять у парламентария интервью. Далее без комментариев. Нардепы таким поведением коллеги возмущены. Ольга Червакова в фейсбуке призвала Народный фронт провести со своим однопартийцем воспитательную беседу. И напомнила, сам Гаврилюк стал депутатом, цитирую, как раз на фоне сочувствия общественности, когда над ним самим совершали насилие. И еще один скандал вокруг Народного фронта. Нардеп Сергей Каплин заявил, что на должность директора фонда гарантирования вкладов в физлиц назначили человека, тесно связанного с этой политсилой. Светлану Ректру объявили победителем конкурса на эту должность. Вот только кто победит, было известно заранее, уверяет Каплин. И причастен к этому бывший премьер-министр Украины Яценюк. Он хочет контролировать сбережения фонда, ведь стоимость активов сотни миллиардов гривен. В том, что Генпрокуратура и НАБУ должны пересмотреть законность этого назначения, Сергей Каплин не сомневается. Контроль над всеми организациями и установами, которые контролирует Национальный банк. Одна из таких, наиболее жирная, это фонд гарантирования вкладов. Там сосредоточено активы почти на третину триллиона гривен. Все эти ресурсы, которые остались после стучно сбанкрутенных банков, они туда поставили человеку Яценюка. Наше задание сейчас – остановить это. Я буду обратиться к суду, к президенту, к премьеру. Кривое озеро 2. Именно так можно трактовать историю, которая произошла в Запорожской области. Семейная ссора после вызова полицейских обернулась трагедией. Правоохранители, пытаясь угомонить дебошира, довели его до смерти. Все подробности выясняли наши корреспонденты. Я еще сказала, заберите его в отдел, чтобы он там переспал, как в советское время дебошира забирали. Переспит и все. Мы не имеем права его забирать. А вот это имеют право. Родные погибшего Максима не скрывают. Мужчина много пил и не был законопослушным. Вот и накануне вечера устрел пьяный дебош. Чтобы успокоить его, вызвали полицию. Но профилактическая беседа с правоохранителями оказалась фатальной, говорит жена. 27-летнего мужчину сначала куда-то забрали, а потом привезли без чувств. Со связанными руками и бросили на бетонный пол в гараже. Они сказали, что до утра его не трогать, потому что он под следствием. Что утром приедет участковый и его заберет. Ну, я не выдержала. Я встала в 6 утра, открыла, чтобы я думала, он протрезвеет. Ну, думаю, напою его, включаем. А я обнаружила его мертвым. Во двор, где произошла трагедия, следователи никого не пускают. С утра опрашивают родных и соседей. Те шокировали. До этого я его в нем бачил, он нормальный, на лицо был. А сейчас я утром ходил, дивился, полностью лицо разбитое. Там кровь везде там. Короче, всинялось. Подойдите на лицо, на его. На одно лицо. И руки связаны. Чего у детей связаны руки? Кто ему связал руки? И вкинуть в гараж. Чего в гараж кинуть? Чего не в кухню не завезти? Чего не вызвать скорую? Эти же вопросы журналисты также несколько раз пытались задать местным полицейским. Можете прокомментировать стоять? Это ваши хлопцы сбили и побили человека? Почему вы не хотите говорить эспрессию? Все комментарии в центре по работе с массовыми средствами. Впрочем, в областном главке полиции прояснить ситуацию также не смогли. Сейчас там находится начальник райотдела, находится следственно-оперативная группа и находятся судебные эксперты. Если будет интересно, эту ситуацию я вам прокомментирую после проведения всех следственных действий. Куда ночью полиция возила мужчину и били ли его правоохранители, обещают разобраться. У погибшего Максима сиротами остались четверо малолетних детей. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Громкое дело о разворовывании 650 гектаров земли в Харькове, похоже, зависло. Подозреваемая выпущена под залог в 30 миллионов гривен и вот-вот вернется в кресло заммэра. Когда состоится первое судебное заседание, неизвестно, а схема по-прежнему работает. Через подставных лиц городская земля уходит в частные руки. Заместителя Кермеса Татьяны Авинникова сегодня на рабочем месте нет. Приемная закрыта. Чиновница в больнице, объясняет ее адвокат. Татьяну Авинникову, курирующую вопросы градостроительства и земельных отношений, должны были арестовать во вторник по решению Киевского апелляционного суда. Татьяна Ивановна подозревает в злоупотреблении служебным положением путем обмана, что якобы группа лиц, ей присвоены были земельные участки, которые выделены были на сессии Харьковского городского совета. Но друзья за пять дней собрали и внесли залог – 30 миллионов гривен. Теперь Татьяна Авинникова вновь вернется в свое кресло. Суд так и не отстранил ее от должности на время проведения расследования. Активисты антикоррупционного центра говорят, чиновница – лишь маленький винтик большой кооперативной схемы. Она является всего лишь исполнителем воли мэра города. А сама схема заключается в том, что якобы кооперативом ЖСК выделяются бесплатно, есть такая дырка в законодательстве. С 2008 по 2014 год раздали более 650 гектаров земли. Осенью прошлого года в Харьковской мэрии прошли обыски. Генпрокурор рассказал, к кому именно ушли земли. Счастливыми властниками земли в центре Харькова, в престижних районах Харькова, ставали а. наближені до керівництва міста люди, б. власне члени сімей міського керівництва люди, б. їхні бізнес-партнери, г. політичні діячі міста Харькова, причем за різних політичних таборей, і останні судьи міста Харькова та працівники правоохоронної системи. Даже земельний участок под дом в лесопарке, де живет бувший губернатор Михайл Добкин, тож выделялся кооперативу. Убитки для города, по самым скромним оценкам, составили 10 млрд грн. Обласна прокуратура пытается вернуть на дели. Всього було приділено 128 позовів, частина з них перебуває на розгляде. Вісім позовів щодо земель, площою 58 гектар, вартістью 780 млн грн, вже повернуто територіальній громаді. Паралельно в суди обращаються і активісти, але суди їм відмовляють. Ми подали всього 5 ісків, 4 іска вже касація заробила. Сказала, що у нас, як у жителів міста, немає прав, щоб оспарювати выделення землі, яка принадлежить городу, хоча це, собственно, з городської громаді, всіх нас. Пока ідуть суди, істекають сроки іскової давності. І вернути городу некоторые участки скоро буде невозможно, утверждають активісты. А городські власти тем временем продолжають використовувати отработанну схему. На последніх сесіях землю зново щедро раздавали несуществуючим жилкооперативам. Светлана Шикер, Александр Яновський, подробності, телеканал «Интер Харьков». В зоні АТО більше всего обстрілів на мариупольському направлі, а именно в Мар'їнці. Под постоянним огнём живуть не тільки военні, но і мирні жителі. Материал Руслана Сміщука. Последні несколько днів Мар'їнка – одна із самих горячих точок. В зоні АТО противник постоянно использує тяжелое вооруження. Слышно було, що роботає танк. І снарядів 10-11 для глотів, навіть не більше. Зенітна установка роботала, отработали вони доволі плотно. Особенно горячо здесь становиться після захода солнця. Ну і днём неспокойно. Вскоре убеждаємся в цьому. Сами нас ведуть на передові опозиції. Внезапно з соседнього террикона начинает стрелять вражеский снайпер. Все прошли! Сюда, сюди, 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 сюди. Це наше, може бути? Нет, це по нам. Бустро перемещаємся в більш надёжне укрытие. Обстріл продолжається. Ось тут, оттуда, за стены, за стены, за стены. Що це роботає? Снайпер. Снайпер роботає 7-62. Буває, підключається у них на терриконе, там, більш кропнокалиберне оружі. 12-5, ось, 12-7-14-5. Старий советський ПТР. Це вот оно? Нет. Тут немножко погромче роботає. Снайпери, крупнокалиберные пулемёты, ни на минуту не дають расслабиться нашим военным. Постоянно стреляють по украинским позициям. Это 12-7, ДШК. Вот это уже выходное отверстие. Вон оно в стену дальше в лутку пошло. Страдают от обстрелов и мирные жители. Ай, у подвале сидим, так летит. Это Маринская школа. На стенах совсем не детские надписи и граффити, сделанное школьниками. Недавно здания и окрестности накрыли из 30-ти миллиметровой автоматической пушки БМП. Один из снарядов не разорвался и застрял в стене. Детей эвакуировали. Занятий не было. Взрыва не было. Просто удалили, обезвредили. Обучение уже возобновили. И сегодня же в Маринке на Центральной площади отпраздновали День вышиванки. А ещё открыли новый памятник Тарасу Шевченко. Раньше здесь стоял постамент Ильичу. Руслан Смещук, Владимир Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Встреча президента Украины с новым президентом Франции и канцлером Германии состоится в ближайшее время. Сейчас согласовывают конкретные сроки. Об этом сообщили в украинском МИДе. А уже 20 мая Петр Порошенко отправится в Берлин на переговоры с Ангелой Меркель. Обсудить намерен продление санкций ЕС против России ещё на год. А президент Франции сегодня впервые пообщался по телефону с российским президентом. Макрон и Путин подтвердили, что намерены и в дальнейшем участвовать в так называемом нормандском формате. Напомню, точная дата встречи четвёрки в обновлённом составе пока не определена. Скандал на миллиарды. Богатейшие люди планеты за один день потеряли баснословные суммы. И всё из-за негативных публикаций в прессе о Трампе. Чего ещё ждать от разборок по-американски? Дмитрий Анопченко из Вашингтона. Скандалы до сих пор били только по рейтингу Трампа. Но теперь зацепили уже американскую экономику. Биржа лихорадит. Агентство Блумберг выяснило, 500 богатейших людей мира по итогам торгов в среду за один только день потеряли 35 миллиардов долларов. Акции подешевели после очередной порции публикаций о скандальном разговоре Трампа с Лавровым и о назначении спецсоветника для проверки российского вмешательства в выборы и связи команды Трампа с Москвой. Потери огромные. Билл Гейтс в один момент лишился миллиарда долларов. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг и того больше потерял 2 миллиарда. И это ещё не самое страшное. Акции многих банков просели сразу на 5%. А это уже удар не только по отдельным компаниям, но и по стабильности финансовой системы Соединённых Штатов в целом. Слова «деньги любят тишину» тут повторяют часто. И бизнесу не то чтобы нужен Трамп у власти. Ему нужна стабильность, но ею и не пахнет. Я призываю сегодня к импичменту президента США за препятствование правосудию. И делаю это не в политических целях, а лишь потому, что верю в великие идеалы, за которые выступает эта страна. Журналисты из пола конгресса, с которыми я говорил сегодня утром, признаются, общались со многими демократами, неформально, не под запись, в кулуарах. И выяснили, что для противников Трампа это всего лишь пробный шар. Ни голосов, ни оснований для импичмента у них, конечно же, нет. Но озвучив этот месседж, впервые озвучив его с трибуны, для них важно было прислушаться. А как Америка отреагирует? Как отреагирует на саму идею возможной отставки главы государства? Республиканцы в Конгрессе, тот же Маккейн, резко выступили против. Но дело сделано. Месседж, что импичмент в принципе возможен, запущен. Сам Трамп считает, пресса и оппоненты не объективны. Он дал совет выпускникам Академии береговой охраны. Но эти слова прозвучали, как его собственное размышление о том, как действовать дальше его команде. Боритесь и боритесь, никогда не сдавайтесь. Посмотрите, как ко мне относились в последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, я говорю это с уверенностью, не обращались хуже. Трампа можно понять, пресса зачастую к нему действительно недоброжелательна. Но похоже, события развиваются так, что дальше тон публикаций в американских СМИ будет только жестче. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Госдепи США критикуют решение украинских властей заблокировать российские соцсети. Об этом подробностям сообщили в самом ведомстве. В Вашингтоне не сомневаются, что подконтрольные России социальные платформы публикуют фейковые новости. Но тем не менее, Госдеп напоминает. Свобода слова – ключевой элемент демократии. Символика СС Галичина не запрещена. Знаки отличия дивизии, воевавшей в составе войск нацистской Германии, не попало под действие закона о запрете пропаганды коммунизма и нацизма. Такой ответ на запрос СМИ дал Институт национальной памяти, который возглавляет Владимир Ветрович. В документе говорится, что символика войск СС Галичина не входит в перечень запрещенных и не является нацистской. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Снова на чемоданах. Почему беженцев с Донбасса опять переселяют, но уже подальше от Одессы? Янтарь под опорой. Куда дошли старатели в поисках солнечного камня? Сотрудники СБУ изъяли записи с некоторых видеокамер в деле об убийстве журналиста Шуримета. В ответе на запрос Украинской правды в службе безопасности пояснили, сделали это по поручению следователя нацполиции. А без его разрешения разглашать материалы досудебного расследования запрещено законом. Напомню, 20 июля прошлого года в центре Киева подорвали машину, за рулем которой находился Павел Шеремет. Черные старатели подкопались уже под Ривнанскую АЭС. Во Владимирецком районе, неподалеку от РАЭС, янтарь вымывают прямо под магистральной линией электропередачи, по которой напряжение подается в том числе и в столицу. С эксклюзивным материалом наш корреспондент Инна Белецкая. Старатели становятся все наглее, контролировать их все сложнее. Сегодня мы обнаружили неизвестное до этого широкое общественности месторождение в селе Рамейки Ривнанской области. Там прямо под магистральной линией электропередач работают старатели с помпами. Территория напоминает лунный пейзаж с кратерами под самыми опорами глубокие ямы. Главное, чтобы получить воду, нелегалы бурят скважины глубиной до 15 метров. Вы можете увидеть, как сотрудники оперативного штаба вытягивают шланги из скважин и специально выводят их из строя, чтобы старатели не могли ими пользоваться. Сами скважины в непосредственной близости от опор. Но, похоже, никого, кроме полицейских из оперативного штаба, это не беспокоит. Мы звонили начальнику местного райотдела полиции, узнать, обращался ли он куда-либо, чтобы сообщить о проблеме. Но получили довольно странный ответ. Избравляю руку. Как нам стало известно, по данной высоковольтной линии электроэнергия поставляется в столицу. На госпредприятии Укрэнерго о том, что происходит в Ромейках, впервые услышали от нас и пообещали изучить проблему. По закону в санитарных зонах электросетей, а это 40 метров от опоры, запрещена любая хозяйственная деятельность. Даже скот выпасать нельзя. Иначе возможны серьезные последствия, говорят эксперты. Разрушение объектов инфраструктуры – это уголовно наказуемое деяние, между прочим. Экономические убытки всей этой истории будут очень существенными. Для компании, которая занимается магистральным транспортом электричества в Украине, это Укрэнерго. Из собственных источников нам стало известно, что возможная авария на этой магистральной линии электропередач приведет к остановке одного из блоков-миллионников на Ривненской АЭС. Это будет серьезным ударом по энергетической системе Украины и может спровоцировать веерные отключения. Мы отправили запросы в СНБО и Министерство энергетики. И ждем не просто ответа из этих ведомств, но и скорейшей реакции на то, что происходит в Ривненской области. Инна Белецкая, подробности, телеканал «Интер». Вторые сутки в Горсовете Кривого Рога следователи Генпрокуратуры проводят обыски. Все это происходит под охраной спецназа. Сотрудники мэрии вынуждены работать в буквальном смысле под дулами автоматов. Чиновники уверяют, такие меры излишни, ведь работе правоохранителей никто не препятствует. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Вход в здание Горсовета Кривого Рога окружен людьми в камуфляже с нашивками полиция. Оружие на готове, на лицах балаклавы. У входа строгий пропускной режим. А в кабинетах сотрудники Генпрокуратуры и спецназкорд проводят обыски. Следователи проверяют финансовую документацию. Вот только документы уже неоднократно изымали, говорят юристы. И ничего противозаконного правоохранители не находили. В Кривом Роге опять повальные обыски. Проведено 300 проверок, из которых более 100 прокурорских. Мы предоставляем все документы. Все происходящее это давление и дестабилизация. И, к сожалению, мешает нормальной работе городской власти. Национальной полиции говорят, обыски проводятся в рамках уголовного производства. Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств. Но что именно ищут в очередной раз, не говорят. Сейчас я бы не хотел больше комментировать, потому что именно сейчас идут следственные действия. И я могу свою информацию зашкодить. Работа следственной группы это представители Генерального прокурора. За ситуацией в Кривом Роге следят и народные депутаты Украины. Константин Павлов уверен, обыски это всего лишь предлог. Рассказывает, ситуация приобрела политический подтекст после празднования Дня Победы. Это очередной повод отомстить тем людям, которые 9 мая вышли и доказали те ценности, которые для них важны. Это историческая память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы имеем дело с новым витком политических репрессий и маргинальной заказухи. Опять-таки она направлена на то, чтобы раскачать город, не дать спокойно жить и развиваться родному Кривбасу. Народные депутаты уже обратились к международному сообществу с просьбой помочь в урегулировании ситуации в городе. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Беспорядки сегодня вспыхнули и в городе Белгород-Днестровске Одесской области. Прямо на заседании исполкома горсовета, когда чиновники согласовывали возведение храма Киевского патриархата. Решение принято не было. Один из членов исполкома Василий Кощи проголосовал против. Он считает, что правовых оснований для разрешения на строительство нет. В ответ общественники, которые приехали из Одессы, устроили погром, перевернули мебель и затеяли потасовку. А затем облили Василия Кощи зеленкой, сбили и попытались погрузить в мусорный бак. Полиция увезла пострадавшего, а у него подозрения на сотрясение мозга. Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство, но пока никого не задержали. А в самой Одессе очередной скандал вокруг переселенцев с Донбасса. Речь о беженцах, которые проживают в здании бывшего общежития. Людям отключили электроэнергию, а вскоре и вовсе укажут на двери. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Евдокии Александровне 81 показывает нехитрый быт. Бывшее общежитие в центре Одессы беженцы из Донбасса самовольно заняли год назад, ведь идти было некуда. Сейчас здесь около 100 человек, треть из них дети. Вчера переселенцам неожиданно отключили электроэнергию, якобы за долги, почти в миллион гривен. Я сейчас сижу как на пороховой бочке, не сегодня-завтра меня выкинут на улицу. Переселенцы говорят, и рады бы платить за электричество, но коммунальное предприятие облсовета, на балансе которого и находится здание, отказалось заключать договоры. В облсовете парируют. Как можно подписывать документы, если здание не введено в эксплуатацию? Юридического основания на заключение договоров на отдельную поставку, чтобы как-то оплачивать эти коммунальные услуги. Нету таких оснований. Чиновники предлагают беженцам единственный вариант – переехать в село Борщи в 250 километрах от Одессы. Там для них подготовили комнаты в бывшей школе-интернате. Также обещают, по соцпрограмме будут добиваться строительства домов для переселенцев. Но на это нужно время. Я понимаю, что это, к сожалению, не возле берега моря. Но мы все помним тяжелые годы Второй мировой войны, когда переселенцы были рады, что им дали возможность где-то находиться. Переселенцев село Борщи категорически не устраивает. Говорят, что там негде работать, а для детей ни медицины нормальной, ни возможности получить образование. Они считают, власти не идут на компромисс только потому, что кто-то уже положил глаз на бесхозное здание в центре города. Сделайте общежитие. Мы же не говорим, дайте нам, а подарите мне это. Я не прошу власти здесь, никто не просит. Дайте нам жить и оплачивать, как все люди. Сегодня стороны встретились в облсовете, но так ни к чему и не пришли. Более того, беженцев предупредили. Дают время до конца мая, чтобы их дети могли закончить учебный год. После попросят на выход в те самые Борщи. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Международный валютный фонд поддерживает украинскую пенсионную реформу. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева на заседании Кабмина. По его словам, правительству удалось договориться с МВФ не повышать пенсионный возраст, и он остается на уровне 60 лет. И сейчас судьба реформы в руках парламентариев. Рева надеется, что нардепы проголосуют за законопроект до летних каникул. Фактически подвышение пенсии получит 9 миллионов пенсионеров из 12, которые на сегодняшний день есть. Будет скасовано ограничение по выплатам пенсии для работающих пенсионеров. И чем быстрее ее ухвалит Верховная Рада, тем быстрее пенсионеры получат подвышенную пенсию. Сроки прописаны в меморандуме до 1 сентября. Это нужно сделать. А началось заседание Кабмина с минуты молчания. Премьер Владимир Гройсман вместе с министрами почтили память погибших во время депортации 1944 года крымских татар. Глава правительства назвал это геноцидом и отметил, что подобное происходит в Крыму и сейчас. На оккупированном полуострове ущемляются свободы и права крымско-татарского народа. Люди сьогодні полишені права крымскі татари в Крыму на свою культуру, свободу. Все те, що повязано з цим народом, утискається. Люди кидають у в'язниці 21-шесторіччя. Ще зовсім недавно ніхто не міг собі уявити, що це може стати реальністю. Вечер реквиема о жертвах геноциду крымско-татарського народа посетил сьогодні президент. Национальна опера глава государства заявил, он уверен, що Крым буде освобожден, а виновні в оккупации наказані. Порошенко також пообіцьав создати після деоккупации національну автономію для крымських татар. По його мненію, це позволить повністю участь права і свободи всіх етнічних груп, проживаючих на полуострові. В 2014-му, незадовго до 70-х років депортації, вже пост-радянська, але так само авторитарна Росія аннексувала український Крим. І тисячі кримських татар поневолі змушені знову покидати рідні домівки. Окупанти роблять все, аби і далі витискати вололюбний народ зі своєї рідної землі. Що це як? Ненова, неоголошена, підлоприхована депортація. В Турцію перевернувся автобус з українцями. Пострадали 18 чоловік, двоє з них госпіталізовані. Аварія зробила на юго-западі країни. Микроавтобус перевозил туристів на екскурсію із Бодрума к древнему городу Іераполісу. Машина пробила ограждення трасси, вилетела в кювет і перевернулася набок. Причина аварії – скользке дорожне покрытие із-за осадков. Пострадавшим оказывають помощь посольство, страховая компания і туроператор. Совсем скоро Євросоюз откроет границы для українців. Для путешествий буде нужен не тільки біометрический паспорт, но і определенна сумма наличними. В сети вже опубліковали карту денежних требований стран Європи для українців. Так, минимальна сумма, це для поїздки в соседнюю Венгрию, составляє 3,20 евро в день. А щоб попасть в Іспанню, треба иметь 71 евро в день. В Франції, якщо є підтвердження наличия жилья – 32,5 евро в день, і якщо немає – 120. В Польщі – 300 злотих, це примерно 70 евро. В среднім же денежний минимум составляє от 30 до 50 евро на кожні сутки пребування. В Ізраїли политические розборки с юридическим оттенком. Сем'я прем'єра Беньямина Нетаньяху зачастила Кфемидзе, обвиняя СМИ в клівете. Що ж такого накопали журналисты і чим акулам пера грозит обвинительний приговор? Подробність Сергея Осьлендер. Супруги Нетаньяху стали участниками трех судебних процесів по делу о клівете. В одному вони выступали ответчиками, а в двух других – істцами. В первом случае в суд обратился бывший завхоз резиденції прем'єр-миністра Меніна в Тали с иском о признании ужасными условиями работы в резиденції і о клівете со стороны Сары Нетаньяху, жены прем'єра. Суд завхоз выиграл, і йому присудили компенсацию в 40 тисяч доларів. Тепер сторони должны сойтись в апелляційній інстанції. Во втором случае супруги Нетаньяху подали в суд на известного журналиста Бена Каспита, который в газете «Маариф» опубликовал статью о том, что жена прем'єра якобы увольняла из резиденції работников, что было совершенно не в ее компетенции. Сара Нетаньяху обвинила репортера в клівете. Одна из наиболее сильных ее аргументаций в данном деле – то, что журналист не обратился в канцелярию главы правительства и не получил реакцию перед тем, как опубликовать это. То есть он не проверил свои источники информации, что должен делать журналист перед тем, как публикует порочащие кого-то сведения. Дело Каспита еще слушается в суде, а уже появился третий иск. Опять к журналисту. Его зовут Игаль Серне. На своей странице в Фейсбуке он написал довольно странный случай. Якобы в марте этого года на шоссе номер один внезапно остановился правительственный кортеж. Из публикации журналиста проиллюстрированные фотографии Сары Нетаньяху следует, что из машины вышел один высокопоставленный, влиятельный и тщательно охраняемый мужчина. Вышел вынужденно по просьбе рассердившейся на него женщины. Как следует из этого поста, речь идет о Бениамине Нетаньяху, который перед этим крепко поругался со своей женой. Дело дошло до суда. Журналисты опять обвинили в том, что он не проверил информацию, обвинили в клевете, даже несмотря на то, что это было опубликовано всего лишь в соцсети. Чем больше народу видели это, тем сильнее наказывают клеветника. Соответственно, иногда Фейсбук, допустим, журналистов и других знаменитых людей настолько посещаем, что он, в принципе, приравнивается к СМИ, если даже не обгоняет их. Поэтому неважно, каким образом была клевета, важно то, что был факт клеветы, и какие-то бы третьи лица слышали ложную информацию. Закон о клевете в Израиле достаточно суровый. В соответствии с ним клеветник должен возместить ущерб, нанесенный ложной информацией. Но поскольку чаще всего этот ущерб доказать очень сложно, то закон предписывает наказывать виновного штрафом от 10 до 30 тысяч долларов. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте, подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу подробности недели с Алексеем Лихманом. Теперь она по пятницам. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.